Всем огромный привет, мои дорогие друзья! Начинаю свое новое видео с мотивации. Первым делом я поднимаю римские шторы. Кстати, были вопросы Ирины. Может быть, вам вообще снять эти обычные шторы? Потому что дети их постоянно обрывают. Да и не только дети, кошка может тоже на них запрыгнуть, дернуть. Вы знаете, у меня была мысль снять. Я даже какой-то период снимала, но без них как-то неуютно, как-то пусто, голо. Поэтому пускай они висят, у меня муж их вешает. Я никогда не занимаюсь этим, пока у него терпение не лопнуло. А я сейчас снимаю покрывало с дивана. Хочу постирать, также снимать чехлы с декоративных подушек тоже постираю. Потому что если дети играют в домики, то идет вход все, и покрывало, и подушки, и на полу это все лежит. Поэтому раз в неделю надо обязательно стирать покрывало. Не так давно мы чистили диван, заказывали химчистку. Конечно, он очень сейчас чистый по сравнению с тем, какой он был. Поэтому, конечно, стараемся его застилать. Плюс у нас еще собака. Каждый раз после прогулки мы обязательно моем лапки, пузико. Но все равно, даже когда мы вытираем его, он бежит на диван и любит по нему поскакать. Я не знаю как, наверное, это уже не отучится. Он любит зарыться в покрывашках. Я даже одно время на пол ему кидала покрывало, чтобы он на полу ковыркался. Но ему нравится на диване. Поэтому по-любому покрывало на диване должно быть. Кстати, были вопросы по поводу собаки. Как часто гуляем? Кто гуляет? Ну вот смотрите, мы гуляем все по очереди. Как правило, по утрам гуляю я. Потом днем приходят школьники. Кто-то из них гуляет. Ну и также вечером. Сейчас гуляем три раза. Раньше было четыре раза. Обязательно после прогулок, повторюсь, моем лапки, животик. Он, конечно, очень добрый пес, очень ласковый. В этой породе нет гена агрессии. Он любвеобильный. Постоянно ходит за мной по пятам. И вот у него есть свое место. Если я ухожу ночью спать, то все равно он спит не на своем месте, а у нас по дверью. Ждет, когда я выйду. Если я ночью выхожу, там, Насте попить или с Варюшей, то он, конечно же, сразу идет к нам. Ну а я уже достала чистые вещи и закинула в сушильную машинку. Также закинула стираться покрывало, чехлы от подушек. И перехожу к комоду. На самой верхней полке здесь одежда Варина. На второй полке Настюши и третья полка Сережи. У нас Настюша, я говорила, постоянно меняет себе наряды. Она одевает не только свою одежду, но и любит Варину. Даже то, что Варим, алло, она на себя как-то напялит. Ну так вот, она постоянно здесь что-то роется у Варюши на полке и у себя также. Я уже несколько дней открываю Варину полку. Там просто все перевернуто. Плюс иногда Настюша достает и на пол падает, а потом обратно туда запихивает. Ну так вот, наконец-то у меня дошли руки до этой полки. То же самое хочу сказать и у Насти, и у Сережи. Нет, у Сережи еще аккуратно. Сережную одежду она не особо берет, хотя тоже любит. А вот на ее полке и на Варене все вверх дном, поэтому сейчас я быстренько все здесь сложу. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну все, порядок на полке у Варюши я навела. Здесь показала носочки, которые нам вязала наша крестная Инночка. Заодно я, кстати, убрала одежду, которая Варюша уже мала. И стала посвободнее на полке. Ну и то, что на комоде осталось, это все, что маленькое, тоже с комода, конечно, сразу уберу. Я, правда, результат не показала, но сейчас стараюсь следить за ним, потому что, я говорила, он у нас очень быстро захламляется. Вот такой вот порядок у нас получился. Я очень довольна. Ну посмотрим, насколько хватит, потому что Настюша любит все вытаскивать. Ну а сейчас хочу малышам испечь блинчики на полдник. Будут у нас блины с яблоком. Очень простой рецепт. Я, кстати, блины всегда готовлю по одному и тому же рецепту. Я беру 3 яйца, 1 литр молока, сахар и соль по вкусу и мука тоже на глаз. Точной пропорции даже не скажу. Смотрю, чтобы тесто было как жидкая сметана. Но здесь у меня мука была для блинов, поэтому сахара я даже не добавляла. Так вот, когда тесто уже готово, я прям в тесто добавляю натертое яблоко. Получается очень вкусно. Вот так вот для разнообразия почему бы и не приготовить. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мы пришли сейчас в комнату к младшим девочкам. Как же стало хорошо здесь? Настя и Сережа играют, что Настя это мама, Сережа папа. А где твоя дочка, Настен? Спит. Спит? А как твою доченьку зовут? Тоня. А где еще твои дочки? У тебя еще есть Манюня. Дай я тебе волосики уберу. У тебя есть Манюня. Еще как у тебя дочку зовут? Алиса. Алиса и Машуля, да? Да. А что у вас на обед? Салатик. Салатик. Ой, какая вкусняшка. Это у тебя курица запеченная? Да. Это я приготовлю. Отлично. И что у вас еще там? С чем у вас будет суп? Или супа нет на обед? С чем есть? С чем? Ну, там он сока. А, готовится в духовке? Там нету духовки. Ну, я думала, понарошку, может, у вас там в духовках. Ну, понятно. Понятно. Настюша у нас, смотрите, в каком красивом платьишке. Она так любит наряжаться. И в таких колготках тоже. Попросила, чтобы я ей одела эти колготки. С машинками. Вообще, у нас Настюша очень самостоятельна. Вот что она попросит надеть, то вот нужно. Иначе это будут истерики, слезы. Уже проще уступить. Мне три года, еще мне три года. Тебе два года. Мне два года. Сегодня Настя даже во сне. Мне три года. У нее все на три. Три минуты, да? Да. Готовится три минуты. Один, два, три, четыре, пять. Молодец. Шесть. Шесть растет продукты. Продукты растут. Вот так в жизни колбаса обросла, хлеб. Ой, бумажки надо будет убрать. Были вопросы в телеграме по поводу кроватки и стульчика. Я покупала на Озон. Кроватка 900 рублей. Ну, по-моему, плюс-минус. Маме, растут. Тихо, тихо. Я пока еще не приготовлюсь. Настюша по хозяйски все сразу собрала. Кушь-то надо приготовить, Сережа? А ну? Проснулась? Ты ее покорни. Покормить Тоню надо, да? Да. Чем ты будешь кормить Тоню? Мясо. Мясо? Да. Ну, давай, сажай в стульчик. Хорошо. Тоня, посажаю. Тоня, посажаю. Мясо. Это помидор. Это помидор. 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 Помидор сюда. Это хлеб. Это булочка. Это булочка. Булочка. Мама. Мама, тебе челочку убрать. А это помидор. Все, покормила малышку? Нету. Вот это булочка. Мамочка булочка. Ай-яй-яй. Еще. Ай-яй-яй. Еще. Еще. Вот. Ну, а здесь у нас новый день. Я буду сейчас на обед готовить суп с фрикадельками. И заодно сразу приготовлю на ужин плов. Плов я делаю из свинины. Я сейчас нарезаю на кусочки. Пока мясо будет обжариваться, быстренько натру на терке бёрнер. Очень она мне нравится. Морковку натру. Она получается такими брусочками. Не надо резать ножом, тратить время. Натру морковку, лучок. Тоже все это обжарю. Немного у меня мясо потомится под крышкой. А потом уже буду добавлять рис. Это, конечно, не настоящий плов. Но я вот привыкла его готовить так. И, знаете, мясо получается очень мягкое. Рис рассыпчатый. Были вопросы по поводу казана. Я его покупала на Озон года два назад. Это Кюхенленд. Нам нравится. Пока нам его хватает. Он на 5 или на 6 литров. Пока нам такого объема хватает на два раза. Пока у меня обжаривается мясо, я уже поставила воду для супа. Он у меня будет супер быстрый, потому что готовлю его из заготовок. У меня есть уже готовые фрикадельки. Есть готовая пассеровка. Мне останется только порезать картошку. Вот сейчас я ее порезала. Можно, кстати, тоже на терке бёрнер картошку порезать. Но она будет соломкой. А дети у меня любят именно кубиками картошку в супе. Если это будний день, я супы готовлю в небольшом количестве. Вот здесь у меня кастрюлька на 3 или 3,5 литра. Я специально готовлю мало чисто для себя, для малышей. Потому что старшие дети у нас приезжают к вечеру. У них после уроков тренировки, кружки. Младшие дети учатся в частной школе. Они тоже приезжают к вечеру. Поэтому они в основном только ужинают. Бывает, конечно, что тренировки какие-нибудь отменяются. И старшие дети могут приехать пораньше. Но, как правило, они обедают в школе. Потом ещё могут себе купить перекусы. Они уже дома очень редко обедают. У младших детей, которые учатся в частной школе, у них ещё полдник. Очень всегда сытный, вкусный. Поэтому, да, как правило, все приезжают к ужину. Главное, чтобы ужин был. Поэтому супы готовлю в маленькой кастрюльке. На 2 дня отлично. Так, ну а сейчас небольшой шок-контент. Я сейчас хочу прибраться на кухне. Когда я готовлю, для меня важно, чтобы столешница была пустая. Поэтому первым делом готовила сейчас обед. Суп варится, плов готовится. И сейчас есть время, наконец-таки, разобрать посудомоечную машину. С утра я это сделать не могла. Обычно у нас есть дежурные, которые это делают. Но когда школа, понятно, этим занимаюсь я. С утра мне не давала Настюше здесь ничего. Всё время просилась на ручки. Потом Варюшу надо было укладывать спать. У нас ещё Варюша сейчас любит засыпать в вертикальном положении. Причём лицом от меня. Ей нужно смотреть, что происходит. И вот так вот я хожу, качаю, и она засыпает. Чтобы начать готовить обед, я специально включила Серёжу и Насте мультик. Иначе они бы разбудили Варюшу. А у меня ещё нянечка болеет. Вот вторую неделю я без неё. В целом нормально. Единственное, я говорила, что очень мне не хватает вот так вот выехать куда-нибудь с мужем. Но вот сегодня суббота. Я озвучиваю. Должна приехать Серёжа и сестра. И нам надо будет как раз выехать в город по делам. Ну и вместе побудем без деток. Хотя бы пообщаемся. Сейчас загружу посудомоечную машину. И у меня как раз к этому времени уже сварился суп. Добавлю в суп звёздочки, макарошки. И всё. Немножко постоит. Посолю, конечно же. Добавлю лавровый лист. И он получается очень вкусный. А главное, быстро. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Накрываю крышкой. И где-то минут 35-40. Плов будет готовиться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok